Всем привет, друзья! В этом видео постараюсь ответить на часто задаваемый вопрос, который возникает у новоприбывших людей в США. И самый главный вопрос. Можно ли работать без разрешения на работу? Простой ответ. Нет, без разрешения на работу в Штатах работать на кого-то нельзя. Чтобы работать на кого-то легально, вам обязательно нужно разрешение на работу. Это не обсуждается, нет никаких исключений. И это правило действует здесь для всех. Итак, работают ли нелегально, все ли здесь платят налоги, это другой вопрос. И тема сегодняшнего видео. Мы с вами законопослушные граждане. И не будем лезть туда, куда не надо. Итак, работать на кого-то нельзя. Другой вопрос. Можно ли зарабатывать без разрешения на работу? Можно ли получать прибыль в США без разрешения на работу? Можно. Допустим, вы приехали как турист или как студент на туристической визе и решили попробовать здесь вести бизнес, открыть свой бизнес. Вы можете открыть свою компанию. Допустим, у вас тракинговая компания. Вы можете открыть свою компанию, купить свой трак, найти водителя, нанять его на работу, получать заказы, получать оплату за эти заказы, платить водителям зарплату. Вы можете все это делать легально. Вы не можете просто работать сами, но вы можете управлять своим бизнесом. Вы имеете право быть директором своей компании и осуществлять действия, направленные на развитие своей компании. Это делать можно. Вы получаете легально вознаграждение за выполнение заказов. Вы платите налоги в конце года. То есть, в таком понимании работать можно, если это можно назвать работой. Директор бизнеса – это работа? Я думаю, это работа. То есть, надо уточнять, что именно имеется под словом «работа». У меня на данный момент открыта компания LLC – это как ООО, Общество с ограниченной ответственностью, или ТОВ по-украински. Это Limited Liability Company. То есть, я директор своей компании. И я сотрудничаю с фирмой, которая дает мне заказы на перевозку грузов по территории штатов. И с того момента, как я получил заказ, задача моей компании – осуществить перевозку этого груза в целости и сохранности, чем я, собственно, и занимаюсь. Я организовываю такие перевозки. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если что-то дополнительно интересует, задавайте вопросы в комментариях. Также, если вы бы хотели узнать о чем-то большее, возможно, хотели бы какую-то другую тему раскрыть, то тоже предлагайте свои темы в комментариях. Я могу снять видео на, в принципе, любую тему, если я буду в ней ориентироваться. Спасибо за просмотр. Пока и до новых встреч.